Дорогой Владимир, мы рады приветствовать на приходе святителя Луки Крыльского. Просим ваших молитв. Примите плену. Теперь он пред престолом Божьим, и там страхнуть о каждом можно. Кто с верой к нему взывает, святой всем сразу помогает. Склавим главу предсветлым ликом, чья вера и любовь велики. Он наш небесный покровитель, архиерей, Лука-святитель. О, Челука, Мария, чадок грешных у Божьего престола о исцелении души. О, Челука, даруй сердцем надежду нам встать на Божий путь и больше не сойти. Молодцы. А ребят, не берете все? Молодцы. 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 Праздник. Молодцы. Праздник. Продолжение храма в честь святителя Луки Архиепископа Симферопольского. Рады вас приветствовать. Просим, Владыка, совершить чин освящения храма, божественную литургию. Ваших молитв, благословения избылайте, десна. Продолжение храма в честь святителя Луки Архиепископа Симферопольского. Рады вас приветствовать. Продолжение храма в честь святителя Луки Архиепископа Симферопольского. Рады вас приветствовать. И в зависимости от того, насколько мы сообщаем, будем усердно молиться. И придет утешитель Дух Святой. И почи facility на этом храме в прекрасном устроенном, но еще не освященном, внимательной человеческой душа всегда чувствует вот эту разницу. Господи Божий, Спаситель наш, всякая история, спасение рода человеческого. И доли нас настоящий чар своей жене в судьбе, освящение священцев нам и всему, которому славу Твою Солдану, другое имя, священной исповедника, руки, и воздвижение в нем сотворите трапезы. Благодарь Господь, всяческим и щедротым, а на всех делах и гон, и исповедися Тебе, Господи, все дела Твое, и Библиотеку и Благослови от Тебя, славу Царствия Твоего, и Библиотеку и Силу Твоего, и Благодаря Сянову человеческим и Доплежим еще благовремени, отверзайшему Богу Твоей, слава и Женщину. Во время священной франции происходит утверждение престола. Престол с помощью четырех гвоздей закрепляется, утверждается верхняя крышка престола, и с помощью четырех камней, которые потом полагаются внизу, в основании престола. И это имеет символическое значение. Напоминает нам крест Господень. Спаситель был приговорен четырьмя гвоздями ко кресту, и престол также утверждается и является образом креста Господня. Затем престол омывается теплой водой, напоминание нам Таинство Крещения, которое Спаситель установил, посредством которого мы входим в Церковь, становимся чадами Божьими, чадами Церкви. Затем престол омывается розовой водой, смешанной с мином. И это служит напоминанием пролития, пречистая кровь Господня, в которой он болел на кресте. Пречистол облачается чистой, сильной одеждой, которая разжигается с помощью ревелок. И таким образом, что с каждой стороны образуется крест ангельский. И затем к сердцу на кресту облачается верхняя одежда. Она сейчас, как мы сказали, поколочена. Умерем. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пречистая кровь Господня, пречистая кровь Господня, призвинаны грешной недостойной рабы Твоя обновления празднущих честного храма. Во имя священноисповедника Луки, Крымского и Симферопольского, в образ святейшей Твоей Церкви, в сирии самого телесе нашего, ежекуба и храм Твой, иуде Христа Твоего. Это очень важное событие для нашего храма, потому что крещение храма, так же, как и крещение человека, очень важно, мы очень рады. И что это такое историческое событие, оно происходит у нас в прославлении святителю Луки, в честь которого и построен наш храм. И, конечно, такое ликование души, которое сейчас, хотелось бы, чтобы оно продлилось надолго. И слава Богу за все. Это великая радость. Сегодня на православном небосходе нашей белорусской церкви зажглась еще одна свеча. Еще один святитель, который нужно наполнять вашими молитвами, вашими трудами, вашим терпением, любовью и смирением. И вот вспоминая сегодня святителю Луки, к которому мы сегодня все пришли за его благословением, за его молитвами, за его предстательством перед Господом, мы вспоминаем его слова. Он говорил так, что тот человек, в котором есть сострадание и жалость к людям, в нем живет любовь. А раз в нем живет любовь, в нем есть Бог. И наша с вами задача свое сердце очищать своими молитвами и трудами. Ибо, как сказано в священном Писании, святых заповедях, положены чистей сердцем, якоти Бога узы. Верный, Господи, и исповедуй, я поделюсь и по истину Христоса, Сын Бога, чтобы обрешение для грешки спасти, а один же верный есть в нас. Я щедрый, как и сие есть самое причистое тело Твое, и сия есть садка честная Твоя. Молюсь обо Тебе, побивая, прости мне всякое искрешение, вольное же невольное. Я же смогу, я же верну, для живения и неведения. Господи, меня не осуждено, причастивайтесь и причислить Твоей Таиле, в основании тревога и в жизнь вечную наминку. Освещение сегодняшнего храма в некоторой степени умножения радости праздника Вознесения Господня. Когда посланные святым и роднопосланным князем Владимиром в Константинополь увидели красоту благослужения, услышали пение хоров, увидели внутреннее убранство храма, они говорили, мы не сознавали, на земле ли мы находимся или на ней. Но такая же возможность дарована и этому храму сегодня через освящение. И мы можем со смирением возносить свой взор в небесные обители и принимать на молитве человек так же чувствует и сознает себя, на земле ли он находится или на небе. И те скорби, с которыми мы приходим в храм, они к концу благослужения кажутся уже не столь значимыми, а порой вообще мы о них забываем. Так действует утешитель Дух Святых в храме Божьем. Так святые молятся за нас. Пресвятая Богородица покрывает нас своим покровом. Будем благодарить Господа за эту великую радость и утешение городу нашему Минску, людям, которые будут прихожанами этого храма. Нам много дано в короткое время трудами Отца Настоятеля и всех попечителей быстрое время был построен всем прекрасный храм. Еще не все завершено, еще надо позаботиться, чтобы иконостас приобрел полноту благолепия. И больше было тепло, и тем не менее, жизнь начинается этого храма в полноте сегодняшнего дня. Ваше Высокопресвященство, любимый наш Владыка Вениамин, хочу вас поблагодарить за это на наши труды. Сейчас смотришь, иногда удивляешься. Утром в Гробно, вечером в Грести. Вот шатурка. Не думаешь? Вот пример для подражания. Мы, Владыка, будем стараться вот именно вашим лишним примером тоже трудиться во славу Божию ради Господа и свидетеля Луки, и все святые кулотники Божьи, Царицы Небесной. От души, от чистого сердца, низкий поклон всех, дорогие братья и сестры, благодарю, благотетелей, властей наших. Конечно, очень благодарю всех наших прихожан, которые, откровенно скажу, днями, вечерами там приходили и все, кто как мог, кто молился, кто жертвочку, кто посилит свои возможности и благословения первого лица Беларуси, вот всем, дорогие братья и сестры, я тоже думаю, что это большая награда. Мы уже будем стараться, сколько Бог даст нам сил, тоже вас поддерживать, чтобы наша вера, вера православная, всегда торжествовала, ликовала, чтобы мы были всегда действительно настоящими православными. Дай Бог, дорогие, всем много лет и вам, самое главное, сейчас актуально, здоровье, чтобы вы нас радовали своим здоровьем и своим посещениями. Души от чистого сердца от прихожан наших образ святителя Луки, который написан в Благовещенском монастыре города Слонима. То есть монахи написали этот образ и хочется на память, чтобы владыков и всеком всегда помнили вот этот день исторический, это событие, когда мы осветили этот храм. Спасибо, Господь. Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Продолжение следует...